Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про Наталью Гончарову Пушкину. Пикантные факты о жене великого поэта, хотя Александр Сергеевич Пушкин всегда пользовался огромным успехом среди женщин, в светском обществе его женитьбу на Натальи Гончаровой расценили как мезальянс. Именно известная всему свету волокитство поэта, служила причиной пересудов. Все говорили, что такая завидная девушка, как Наталья Гончарова, могла бы найти себе мужа более благонравного. Ни для кого не было секретом, что главным мотивом согласия Натальи была знаменитость Пушкина, Гончарова желала купаться в лучах славы своего супруга, который вдобавок уже стал придворным поэтом. А Пушкин рассчитывал покрыть с помощью приданного Натальи свои хронические карточные долги. Супруга поэта была красивой статной девушкой, больше чем на пол аршина выше своего мужа. На фоне Натальи Александр выглядел тщедушно. Уважаемые зрители! Мы знаем, что нас смотрят, 95% людей без подписки, просим вас подписаться на наш канал, для вас это ничего не стоит, а нам это поможет в продвижении, также ставьте лайк этому видео, это поможет в продвижении этого ролика, и его увидят больше людей. На балах супруги всегда танцевали раздельно и даже держались в разных концах бальной залы. Гончарова Пушкина благосклонно принимала ухаживание великосветских львов и не раз отвечала взаимностью. Одним из ее ухажеров, еще во время замужества с Пушкиным, был сам император Николай I. Поговаривали даже, будто государь одобрил брак Пушкина и Гончаровой. Но эти пересуды подтвердить, конечно некому. Писатель Вересаев обнаружил свидетельство, что Гончарову Пушкину выдал замуж Золонского именно Николай I. Единственная причина, по которой Наталья не могла слишком часто отвечать на знаки внимания к ней со стороны, была ее частая беременность. За шесть лет супружества она родила Александру Сергеевичу четверых детей. Был бы и пятый ребенок, но у Натальи от постоянных танцев на балах случился выкидыш. Вопреки утверждениям невежд, этот случай вовсе не стал роковым для плодовитости Натальи. Своему второму мужу Ланскому она родила еще троих детей. Увлечение Натальи Гончаровой молодым французским щеголем Жоржем Дантесом стало, как известно, роковым для жизни ее супруга. Дантес произвел при русском дворе впечатление разорвавшейся бомбы. Своим наглым обращением с дамами он сильно напоминал Пушкина, что не могло не привлечь Наталью. Брак Дантеса на сестре Натальи Екатерине Гончаровой был своего рода отступным, Пушкин рассчитывал, что Дантес отвяжется от его жены. Но этого не происходило. И тогда Пушкин пошел на обострение. И эта история закончилась печально для всех сторон.